всем привет друзья сегодня 5 августа уже две недели у меня цветет прекрасная георгина эвелина вот она купается в лучах заката у этой георгины очень много цветоносов это георгин для срезки срезка у него прекрасная он в срезке стоит очень долго без всяких особых условий цветоносов у него очень много и посынковать или нет этот георгин вопрос остается открытым я его не посынковала если убрать две посынки то получится один цветонос крупный и высокий а если не убирать то получится 3 цветоноса и я выбрала 3 цветоноса просто я его кормлю этот георгин эвелин и в зависимости от почвы от удобрений он приобретает более фиолетовый окрас этот георгин у него много расцветок он есть розоватый сиреневатый голубоватый и даже у хозяйки которая отдала мне корешок георгины другого цвета значит у нее другая почва в общем если вы хотите имеете участок и хотите зарабатывать вот этот георгин как раз подойдет для этого дела у него из него получается прекрасные букеты свадебные дни рождения к первому сентября и также у него очень много клубней я год назад получила один корешок и сейчас у меня уже более 20 кустов этого георгина сорта эвелин вот насладитесь цветением этого прекрасного георгина я просто в него влюблена лучше чем эвелин я пока не встречала клубника от плодоносила и я начинаю ее обрабатывать я поступаю очень кардинально оставляю вот так небольшой хохолок и все убираю все листья все цветоносы и хорошие усы большие откладываю в сторонку сейчас я их посажу в прикоп и вот эти воздушные усы это самый лучший посадочный материал а вот эти все здоровые листья с клубники вот они очень зеленые насыщенные такие их можно собрать срезать и заферментировать для чая из них получается очень хороший вкусный полезный терпкий чай самые хорошие листья я для этого сейчас и буду срезать клубника от плодоносила очень хорошо хотя попала под заморозок урожай был отличный вот так кардинально вот так я обрабатываю клубнику она успеет еще нарастить хороший листовой аппарат для этого ее нужно подполоть окучить и подкормить и еще перед морозами засыпать слегка листвой у меня в этом году так как и раньше не погиб не вымерз не пропал ни один единственный кустик так что пора после сбора заняться клубникой и листья использовать можно для чая можно их заморозить растереть проферментировать а можно и посушить просто так чай будет очень разный из листьев просто посушенных и из ферментированных хочу вам показать свои повторные посадки чего я только не насажала репы редьки дайкона редиса все это уже на 5 августа взошло прорыхлила все и все окучено и сейчас еще вполне можно посадить даже нужно редис укроп и кинзу все успеет вот этот парничок у нас очень богатый здесь было выращено два урожая лука теперь растет редиска базилик 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 растет прямо на улице был укрыт где-то месяц вот этой пленкой и в этом же парнике растут огурцы очень хорошо плодоносят тоже на улице в открытом грунте а здесь тоже повторные посадки здесь кинза укроп а здесь редиска эта грядка у нас после клубники которой 4 года здесь горчичка 4 года клубника мы ее убираем вот после клубники вырастет редиска а потом здесь будет чеснок так что здесь три урожая клубника редиска зелень и чеснок а это тоже молодые посадки это хризантема матрикария я ее просто рядами раскидала семена она здесь перезимует а весной ее рассажу а здесь у меня тоже молодые посадки здесь насеяно хризантема трехлетка матрикария желтая ромашка пупавка солнечная и белая птичная ромашка которая хорошо меня отблагодарила прекрасными букетами вот это все я посеяла в разброс не закрывая землей поверхностно и все она растет сама без моего участия иногда подхожу выдернуть крупную травинку и все и все эти цветы буду рассаживать весной туда куда мне надо вы только посмотрите какая у меня есть ромашка из серии крэйзи дэйзи она пушистая лохматая как жучок очень красивая очень красивый сорт ромашка отцветает все цветоносы буду вырезать а вот это прекрасная ромашка вот еще цветет она очень богатая ее можно без конца срезать две-три недели она точно дает срезку срежешь а на следующий день опять смотришь цветоносы и срезать ромашку нужно когда у срединка станет желтой и когда она побудет в рассвете два дня хотя бы иначе она будет плохо стоять букете каждый цветок нужно знать когда срезать в какое время его срезать вот у меня есть такая прекрасная ромашка которая у меня появилась откуда-то чудесным образом попалась в семенах серии крэйзи дэйзи вот тут у нас жучки паучки просто буйствуют у меня сейчас бархатцы это бархатцы тонколистные они бывают желтые и красные оранжевые вы представляете вот из таких бархатцев сделать ручей или посадить бордюр а там какое-то растение дикое похожее на гипсофилу вот так она в подножию клематиса здесь пристроилась не выдергиваю в общем если вы еще не сажали бархатцы тонколистные обязательно посадите у меня в вот получились оранжевые на будущий год будут и красные и сейчас покажу в сравнении обычные лечебные бархатцы посмотрите какая разница эти тоже хороши это лечебные простые бархатцы и кстати семена свои собираю и они сохраняют сортность прекрасно сохраняют сортность семена я больше не покупаю вот такая разница бархатцы тонколистные и вот такие обычные цветет клематис синий просто на нем нет живого места он весь цветах и лапчатка курильский чай с него мы завариваем чай прекрасная физостегия белая и сиреневая из нее тоже получается прекрасная срезка в этот вазон я посадила так лобелию и здесь самосевом самовольно выросла на перстянка которая будет свести на второй год и получился вот такой вот натюрморт на перстянка в обравлении лобелию мне нравится она перезимует и на будущий год будет прекрасно цвести она у меня по всему огороду розовая белая хотя она ядовитая ладно пусть цветет она очень красивая многие спрашивали что я не показала гелиопсис вот так он цветет вот такие желтые ромашки похожие чем-то может быть на топе намбур только помелче вот так он цветет хорош на заднем плане начинает цветение прекрасная монбреция скоро она будет как костер она зимует у меня уже третий год здесь прямо здесь макса массейка вот такая прекрасная монбреция японский гладиолус уже расцветает осенний цветок гелениум и физостегия сюда забралась рядом золотые шары но мне не поднять так высоко телефон они два с половиной метра ну покажитесь уже во всей красе вот они расцветает хризантема самая неприходливая корейская хризантема дубок прекрасная симпатяшка а другие хризантемки еще не цветут ну и конечно буйствуют флоксы я их без конца режу вот этот очень нежный и флокс бутоник добавка к букету и есть еще мишка всем пока до новых встреч георгин эвелин спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...